Заворачивайтесь, пожалуйста. Мы здесь. Во время последней реставрации была, как я уже сказала, расчищена историческая часть стены. Эта ситуация совершенно уникальная. В 21 веке, в наше время, когда уже про каждую историческую постройку точно известно, про ее планировку, про то, когда были какие реставрации, что заменили, что нет, вот найти историческую часть стены вот так случайно. Ну, это, в принципе, уже практически невозможно. Что же это за стена такая историческая? Давайте мы с вами вспомним. Осип Баве, восстанавливая этот особняк после пожара 1812 года, изменил его планировку. Особняк вообще знает несколько этапов изменения своей планировки. Но ведь и до этого, когда Матвей Казаков строил для князя Гагарина этот особняк, он его строил не на пустом месте. Здесь кандидырям уже давно нет. Здесь находились два двухэтажных сооружения из камня и кирпича, довольно добротные. А вообще по традиции, во второй половине 18 века традиция диктовала очень жесткое, очень жесткие правила поведения в такой ситуации. Если на той территории, где планируется строение особняка, не, ну скажем, не сраюшки деревянные, а вот каменно-кирпичные здания стоят, их не разбирали до основания. Ну не было такого правила, потому что строились они довольно добротно, и не было даже необходимости их разбирать зачем. Поэтому каждый мастер в меру своих сил, своего таланта старался вписать то, что было, в новый, больший объем. Матвей Казаков тоже сделал именно это. Две двухэтажные палаты находились, два двухэтажных помещения находились на этой территории, из камня и кирпича. По традиции 17 века палаты выходили торцом на главную улицу. Поэтому именно вот с этой стороны мы с вами видим один из главных фасадов с окошками, имеющими вот такое архитектурное обрамление. Ну окошки, конечно, впоследствии заложили. Но именно эта часть стены 17 века удивительным образом обнаружилась под несколькими слоями штукатурки и масляной краски. Была даже специально создана архитектурная комиссия, которая решила оставить, ну вот так сказать, музеифицировать это и вписать в интерьер уже здание Московской городской думы. Но поскольку, как мы с вами выяснили, палаты были двухэтажными, то расчищенный кусочек стены, а находились они именно здесь, поэтому в правом крыле особняка их и искали после того, как первый фрагмент был обнаружен, мы с вами увидим и на втором, и на первом этаже вот такие вот расчищенные кусочки еще и чуть позже, когда будем спускаться на первый этаж. Сюда, на второй этаж, мы с вами поднимались по ванной парадной лестнице, как дорогие гости. А сейчас мы будем спускаться на первый этаж. Предлагаю вам это сделать по одной из боковых лесенок, уже как хозяева, если вы не против. Пойдете? На, поправку. Чем поправку надо сделать? Масло, масло. А у меня нет, я не знаю. А у меня нет, я не знаю. Я попрасываю. Ничего. А у меня вообще красота. Так, я думаю, она тут стоит. Снимайте, пожалуйста. Это не ничего. А что там? Кирпичик. Там,мотри. Нет, там толще стена. Толще стена. Да, да, да. Итак, мы с вами вышли на одну из боковых лесенок. Таких лесенок в этом особняке не знаком. Как вы видите, она уже значительно хуже, чем парадная. И соединяет все три этажа. Идет с первого через второй на третий. Она тоже чугунная. Рисунок ее чуть проще, конечно же, чем главный парадный лестницы, потому что фрагменты этого рисунка уже не сохранились. Здесь мы с вами тоже видим расчищенные фрагменты исторической стены. И именно вот такой боковой лесенок и, как правило, не пользовались хозяева этого особняка, для того, чтобы попасть в то помещение, которое им было нужно в этом особняке. Мы с вами сейчас аккуратно по этой лестнице споставим и переговорим. для того, чтобы одеться и пройти по параду. Я надеюсь, вы не возражаете. Скажите, пожалуйста, кусок стены, конечно, одна из участников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!